Все это красиво, очень много народу собирается, ждут. На перебой рассказывают о своей очередной поездке. Сергей и Марина путешествуют вместе по всему миру больше 15 лет. Европейский континент пересекли уже несколько раз и побывали практически во всех странах. Но особенно впечатлило маленькое государство в самом центре. Неописуемый восторг и от архитектуры, от кухни, от пива, от людей, от средней между Западной Европой и Россией. Приехав в Прагу, чувствуешь себя как дома. Положительные впечатления омрачают только многочисленные переезды. Как и все туристы со стажем уже привыкли прибавлять пару дней к продолжительности поездки. Лишние средства, лишние силы для того, чтобы сначала добраться в Москву, потом из Москвы, потом снова в Москву и наконец-то в Саратов. Популярные направления станут доступны и саратовским путешественникам. Компания «Саравия» совместно с московскими туроператорами организует прямые вылеты за рубеж. Первым шагом стала уже полюбившаяся всем Чехия. Начиная с 11 августа такие воздушные суда начнут доставлять пассажиров в самое сердце Европы. Продолжительность перелета составит чуть больше трех с половиной часов. Однако новые направления далеко не единственное преобразование. Совсем скоро начнут обновлять и сам авиапарк. Самолеты пятого поколения с дальностью полета 4500 метров, вместимостью 120 пассажиров, позволят нам еще более расширить географию полетов. Я думаю, что уже в следующем году мы увидим такие направления, как Барселона. Зимой, вероятно, мы увидим Хургаду, Египет, ну и вплоть до Таиланда. Чтобы обеспечить достойный сервис, отреставрируют центральное здание аэровокзала. Туда же перенесут международный сектор. И, возможно, совсем скоро попасть в любую точку мира. Можно будет прямо из Саратова. Вероника Бурякова, Антон Романов, Дмитрий Соколов. ТВ-центр. Саратов.